дорогие друзья всем ассалам алейкум вы на канале шеф готовит и сегодня мы на втором рынке на легендарном втором рынке в махачкале сегодня мы будем снимать видео рецепт как готовим белого амура я вам желаю приятного просмотра мы начинаем и и и и и и и Друзья, почему я решил разделать рыбу здесь? Потому что у каждого дела есть свой профессионал. Какой бы я не был там шеф-повар, лучше человека, который продает рыбу и целый день ее разделает, ни один шеф-повар вам не разделает рыбу. Это стопроцентная информация. И еще какой в этом плюс? То, что дома не будет чешуи. Домой мы уже принесем нарезанную рыбу и будем готовить. Друзья, вот такие вот у нас идеи. Идеальные кусочки, как прям на шашлыки получились. Спасибо большое, тетя Хабсат. Тетя Хабсат, если к нам наши зрители или гости столицы приедут на второй рынок и захотят у вас купить вашу вкусную свежую рыбу, куда им подойти? Второй ряд 25 стол. Спасибо большое. Нашим зрителям что пожелаете? Я желаю им главное здоровья, чтобы всегда в их жизни была радость. Благополучие, всем привет. Салам отдельно кому-то хотите передать? Нет. Всем обществу, всем привет, салам даем. Все, мы тогда забираем нашу рыбу и идем готовить. Спасибо большое. Все, торговлю вам. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот мы и переместились с рынка в нашу замечательную беседку Прошлое видео на канале набрало уже больше 100 тысяч просмотров Но меня не так радует количество просмотров Так как радуют ваши комментарии Мне очень приятно, я прочитал практически каждый ваш комментарий Просто честно, я не ожидал таких отзывов, что вы так долго ждали Я вот сейчас только понял на самом деле, какая у меня аудитория лояльная поддерживает меня Реально, вот я вижу, что в ваших комментариях, что вы пишете, как вы соскучились По тому, как я снимаю здесь беседки, по нашим роликам И как-то это послужило мотивацией, чтобы сегодня я снял для вас очередной видеорецепт Сегодня мы будем готовить рыбу Мы поехали на второй рынок Нам выбрали хорошую свежую рыбу Нам ее там же и разделали красиво Почему я говорю, что так как разделывает торговец рыбы на базаре Не разделает практически ни один шеф-повар Ну потому что человек только этим и занимается Шеф-повар, он чуть такой, как вам сказать Может быть он разделает хорошо, но не за такое короткое время, как это сделает женщина, которая продает Или мужчина, которая продает на рынке с утра до вечера в течение нескольких лет рыбу Вот так вот Надо уметь признавать, что кто-то лучше вас в чем-то Так что с этим проблем не должно быть Так вот, мы ее приготовим в казане Тут будет для вас пару таких лайфхаков Не скажешь, что какие-то они непростые В том-то и дело, что очень даже простые лайфхаки Блюдо будет очень вкусным И я вам расскажу один маленький секрет Почему рыба, которую жарили наши там бабушки, мамы Была такой, знаете, золотистой, красивой В чем был их секрет Вот, желаю вам приятного просмотра Мы начинаем с вами готовить Итак, пока наш бурак варится Для того, чтобы мы приготовили из него салат Мы будем готовить салат из бурака С дагестанским сыром и с гранатами Сейчас осень Она заканчивается И сейчас самый пик вот этих вкусных сладких гранатов И я думаю, наше блюдо, которое мы сегодня готовим Салат и вот рыба Как никогда актуальны в это время года Добавим специи на рыбу Первым делом добавляем соль Молотый перец И красная подкопченная паприка Переворачиваем наши такие кусочки Вкусные, видно по ним В рыбе есть кости Но они маленькие Они такие большие Достаточно крупные Поэтому проблем С тем, что у вас там застрянет кость в горле Я думаю, не возникнет И вообще, когда кушаете рыбу Где присутствуют кости Я вам рекомендую, друзья мои, не спешите А то, может, это Плохо кончится Друзья, тут какой у нас момент Мы перевернули нашу рыбу И второй слой Уже маринуем Не так обильно посыпаем Как прошлый Почему? Потому что Тут по краям везде есть специи И по-любому Где-то что-то рыба уже на себя приняла Поэтому следующий слой Можно посыпать чуть поменьше Чем предыдущий Так, нашу рыбу мы замариновали Что мы теперь делаем дальше? Зажигаем казан Зажигаем Прямо Продолжение следует... Продолжение следует... Часть на потом и на какое-нибудь другое блюдо Сейчас, пока наш казанок разогревается, добавим растительное масло, которое выдерживает высокий температурный режим А садулета не показываете? Продолжение следует... Небольшим, но очень важным таким секретиком Так вот, многие из вас, друзья, берут рыбу и панируют ее в обычной муке В обычной пшеничной муке И потом пишут, почему не получается такая золотистая, как с картинки Потому что, друзья, есть такая небольшая хитрость, которая влияет на визуал и влияет очень даже на вкус Это кукурузная мука Попробуйте запанировать свою рыбу либо в кукурузной муке, либо в кукурузной манке Такая тоже есть Чем отличается кукурузная манка от кукурузной муки Кукурузная манка даст вам немного такой, знаете, грубый Грубый и немного такой хрустящий, более хрустящий у вас получится итог рыбы А цвет примерно плюс-минус будет одинаковый И как мы будем ее сейчас обваливать, тоже один лайфхак я вам покажу Чтобы вам было удобно, чтобы не пачкалась лишняя там посуда И чтобы сэкономить муку, чтобы ее много не ушло Также, чтобы равномерно она легла на нашу рыбу, мы засыпаем ее в пакет Берем прям вот так и не стесняемся, засыпаем в пакет Что мы делаем далее, берем нашу уже замаринованную рыбу и кладем в пакет Все это делаем вот так аккуратно, пресем Надеюсь, пакет у меня не порвется Кстати, удобнее взять пакет побольше Мне что-то такой под руку попался, я такой взял И достаем, посмотрите, посмотрите, как у нас получилось Вот такая вот рыба, стряхиваем лишнее Идеально она, равномерно, просто лучше не придумаешь И остальное таким же макаром аккуратно будем делать Вот зачем покупать майонез, если его можно сделать дома за одну минуту 200 мл масла, 1 яйцо, 1 ложки, лимонная кислота, горчица, сахар, пол ложки соли Погружной блендер ставишь на желток и взбиваешь до такой консистенции Получается нереально вкусный майонез, который в разы вкуснее магазинного, причем полезнее Слюни собери и не забудь подписаться, у меня много крутых рецептов Ну что, проверим Алана рецепт? Кстати, это мой очень близкий друг, мы с ним, мой коллега, он тоже фудблогер Сейчас мы проверим его рецепт майонеза Смирь, я не знаю, что это, я не знаю, что это, я не знаю, что это Ошибочка вышла, я забыл примерить погружной блендер на этом стакане Сейчас мы перельем в другую посуду Все мы перелили, ошибку свою исправили Теперь проверяем Это нереально вкусно, рецепт рабочий И все ингредиенты были у вас на глазах Приготовили мы его меньше, чем за минуту По вкусу это вообще разные вещи Этот майонез от магазинов где-то вообще в космосе Очень вкусный, натуральный Тем более я взял домашнее яйцо с курятника У вас на глазах Просто бомба Салат буду заправлять им У Асадву сегодня не получилось прийти Но его помощь здесь бы не помешала Кстати, как вы вообще смотрите на то, чтобы Асадва Почаще появлялся в наших роликах Напишите в комментариях До новых встреч Круг У нас есть Салат Три Отправа Убирая Это Моя Убирая Убирая Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот сколько видеороликов, видеорецептов есть на моем канале, где я готовлю на этом пловере И что только я на нем не готовил, и блюда в казане, и запекал, и готовил шашлыки Это многофункциональный пловер, я вам всем его рекомендую А где его заказать, я думаю вы все в курсе Интернет-магазин Шелковый Путь, ссылку оставлю в описании, друзья По промокоду шеф готовит, вас ожидает скидка Помимо пловера, друзья, в интернет-магазине Шелковый Путь вы найдете казаны, тандыры, мангалы, афганские казаны Так что переходите обязательно по ссылке в описании на их сайт и смотрите, какие позиции для вашего активного отдыха вы найдете ? Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Да, что еще все, шеф-клорки в следующем году, кстати, я вам пересчитал шеф-клорки в курсе Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Дядь Магомед, что хотите нашим зрителям пожелать? Пару слов. Здоровья, счастья. И всё. Остальное? Главное у вас будет. А Садула, ты что хочешь пожелать? Тоже самое, здоровья, счастья. А салам кому-то хочешь передать отдельно? Всем. Всем общий салам, да? Всё, хорошо. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok